Очереди на белорусско-литовской границе вновь стали расти накануне поздно вечером. И сегодня в пункте пропуска привалка затор из грузовиков растянулся почти на 5 километров. На отдельных участках машины ставят в Деваре, да, некоторые не могут пересечь границу больше суток. Как утверждают водители, последняя машина въехала в пункт пропуска в 5 утра, а за 6 часов не сдвинулась ни на сантиметр. Что там на границе творится, мы не знаем. Ребята по рации говорят, что у литовцев не работают литовцы, не запускают, очень много легковых машин не дают встать елочку, ну, стоянка для грузовиков. Пустых нету, практически все грузовые и груженные идут. Пока оформляются, становятся в елочку, а там легковые мешают становиться и литовцы просто не пускают. У нас терминал, говорят, ребята, забитый. Думаю, что это проблема с литовской стороны, потому что белорусский терминал работает без заминок. Большинство машин едет пустыми, им не требуется тщательная проверка. Но мы почему-то стоим. Я вот тоже уже стою 16 часов. На брусках справился бы за 2 часа. Через Литву еду, потому что в Польшу нельзя въезжать с полным баком топлива. Надо же как-то выкручиваться, потому и ездим вокруг через Литву. Как и полагают многие водители, затор образовался из-за недавнего ограничения на ввоз топлива в Польшу, а потому большой поток машин хлынул через Литву. Каких-либо официальных комментариев пока нет. Но теорию подтверждают ситуации на белорусско-польской границе. Даже крупные погранпереходы сегодня пустуют. Что касается ограничений по ввозу топлива, то жалоб по этому поводу от водителей не поступало. Спокойная обстановка и в пункте пропуска Козловичи.